Привет! Не забудь подписаться на канал. В описании под видео ты найдешь полезные вещи для охотника. А теперь погнали! В этой статье мне бы хотелось вспомнить об одном интересном и оригинальном ружье, разработанном в конце 60-х годов прошлого века, о двустволке с горизонтально расположенными стволами ИЖ-26. Надо сказать, что после окончания Второй мировой войны отечественная промышленность взяла курс на удешевление и упрощение выпускаемого оружия. Это и понятно, все ресурсы были брошены на восстановление страны, промышленности и на наращивание военного потенциала. Ведь завершение Второй мировой войны еще не означало окончание агрессии против СССР. В общем, требовалось простое, дешевое в производстве, надежное и долговечное ружье. Так появилось ИЖ-54. Но в его создании использовалась дорогая сталь 50А, из которой делались стволы и колодка, что было дорого как в производстве, так и в обработке. В новой модели ИЖ-26 конструкторы решили сэкономить как того требовало время и пошли иным путем. Стволы, муфта стволов, крюки и все элементы запирания па. Прежнему делались из стали 50А, а вот для колодки использовали более мякую и малоуглеродистую сталь 15, что позволяло удешевить все оружие и существенно упростить механическую обработку колодки. Сегодня, когда оружие наполовину состоит из алюминия, такой подход кажется разумным, но тогда, скажем прямо, его приняли далеко не восторженно. Что объясняется существенно меньшим спросом ИЖ-26 по сравнению с ИЖ-54 и ИЖ-58. Но надо отметить, что конструкторы грамотно подошли к проектированию, и оружие, несмотря на использование дешевой стали в коробке, получилось надежным и живучим. Почему? Прежде всего потому, что все нагруженные места вроде оси-шарнира или съемных бронтрубок были выполнены из высокоуглеродистой стали 50А. Бронтрубки вообще были съемными, что характерно для ружей высокого разбора, они вывинчивались со стороны лба коробки и упрощали смену бойков. Кроме того, в случае разгара отверстие байкобрантрубки можно было заменить целиком. Также заменялось для устранения шата стволов. Однако, несмотря на это, осадочек остался, и репутация ружья была несколько подмочена. Второй модернизацией и упрощением ружья был отказ от болта гринера. Мы помним, что тройное запирание, рамка перди на два подствольных крюка и болт гринера это классика запирания. Такое сочетание крайне надежно и используется во многих советских ружьях от курковки ТОС-Б до того же ИШ-54. В ИШ-26 от болта гринера отказались, но тройное запирание сохранили. Просто вместо массивного кольца на блоке стволов остался небольшой, практически незаметный выступ зуб. Запирался он на дополнительную планку в колодке, которая и заменила сам болт гринера. С одной стороны площадь запирания уменьшилась, но сама третья точка запирания в верхней части блока стволов осталась. Это позволило существенно сократить время на обработку и, что главнее, на подгонку детали колодки и саму колодку ружья. К сожалению, это также повлияло на классический вид ружья. Однако в компенсацию этому колодка стала обрабатываться по более сложной технологии. На колодке появилась светная калка. Для ее получения деталь прокаливалась в угольной печи с добавлением костей и шкур. Такая технология позволяет напитать наружную часть металла углеродом, существенно увеличив прочность, другими словами, это называется цементацией. Цементация не только придает классический вид оружию, но и увеличивает его поверхностную прочность. По внутреннему устройству оружие было ближе к ружьям высокого разбора, чем к дешевым двустволкам. Так, ИЖ-26 имел двойной предохранитель, а на некоторых ружьях еще и автоматический, включающийся при повороте ключи отпирания. Сам предохранитель перехватывал не только спусковые крючки, но и спусковые рычаги. Не дотягивает до классической дорогой схемы только отсутствие инцепторов-перехватывателей курков. Курки, кстати, разделены с ударниками, и ударники можно сменить, не разбирая колодки, выкрутив бронтрубки. Кроме того, курки имели отбой, который обеспечивался верхним лепестком боевой пружины. Подпружиненные бойки и отбой у курков практически полностью исключали случайный накол капсюля или проблемы с закрыванием стволов из заторчащих из лба колодки бойков. Практика показала, что ломаться в ружье было практически нечему, ломались только бойки и пружины курков. Такие поломки очень редки, первая устраняется легко, но пружины поменять непросто, для этого придется разобрать колодку. Вот как описывается смена боевой пружины, чтобы установить на место боевую пружину, нужно положить коробку на деревянную опору. Курок должен быть прижат к стенке паза коробки положения спущенного курка. На дно паза нужно положить боевую пружину и подвести ее короткое перо как можно ближе к курку. Затем упоров лезвием отвертки под основание выступа на коротком перепружины, нужно нажать на него и резким движением вниз. Вперед! Под курок установить пружину на место. Из этого описания понятно, что для смены пружин надо иметь существенный опыт, без него это сделать трудно. Третья особенность, которая роднит ИЖ-26 с оружием высокого разбора, это подпружиненный передний спусковой крючок. Данная особенность нужна для снижения возможной травмы пальца при стрельбе из второго ствола и использовании заднего спуска. Насколько такая особенность востребована, сказать сложно, при правильной вкладке такой травмы быть не должно, но такая фишка у оружия есть. Стволы оружия, как писалось выше, были изготовлены из стали 50-го высокого качества, длинные 725 или 750 мм. Кроме того, в конструкции заложен внутренний диаметр стволов 18,2 мм. Напомним, что наш стандарт для 12-го калибра 18,6 мм, это позволяет повысить кучность при стрельбе патронами в папковой или пластиковой гильзе, но увеличивает отдачу при стрельбе из латунных гильз, что вполне понятно и похоже на правду. Поскольку стволы хромированы, до наших дней дошло довольно много оружия в весьма приличном состоянии. Ружье, когда оно было новым, выглядело солидно. Судите сами, неплохой орех, белые вставки на полупистолетной рукоятке и под амортизатором приклада, широкое и удобное цевьё, чёрные, воронённые ствола и колодка в цветной калке. На нижней части колодки нанесён знак качества с надписью «СССР». Резьба на колодке скромная, с охотничьей тематикой и надписью «Иш-26». Были более богатые варианты отделки. Мало какое оружие того времени так выглядело. При этом его цена была вполне умеренной. Всего было выпущено более 100 тысяч единиц. Выпускалось «Иш-26» как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Как было сказано выше, у отечественного охотника это оружие не пользовалось большим спросом, чаще покупали «Иш-54», а позднее «Иш-58». Но своё место в арсенале оно нашло и сегодня встречается как на руках, так и в комиссионных магазинах. Цена зависит от модификаций и, конечно, сохранности оружия. Сегодня можно найти это оружие по цене 40 тысяч в отличном состоянии, но попадаются и за 6 тысяч в рабочем состоянии. Так что молодой охотник, да и не только молодой, вполне может позволить себе такое оружие, прикоснувшись вместе с ним к страницам оружейной истории СССР. В заключение заметим, что ружье «Иш-26» выпускалось всего 6 лет с 1970 по 1975 год. Так что сегодня самому позднему ружью стукнуло 45 лет. В своём весьма солидном возрасте данное ружье интересно и актуально не только для коллекционеров, но и для простых охотников. Продолжение следует...